Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». А в гостях у нас Светлана Розанова, директор благотворительного фонда «Детские домики». Здравствуйте, Светлана! Добрый час! Давайте вкратце, что собой представляет фонд, для кого он, на кого он рассчитан? Фонд «Детские домики» – это фонд помощи детям. Мы помогаем детям как в детских, сиротских и коррекционных учреждениях, так и детям, нуждающихся в семьях. Дети с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью – вот наши благополучатели. Работаем от Владивостока до Калининграда. Большая интересная история и проектной деятельности, и программной теперь деятельности. С 2012 года у нас появилась новая целевая аудитория благополучателей – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети, которые не могут посещать как раз из-за проблем со здоровьем школу и учатся на надомном обучении. Вот сегодня мы хотели похвастаться нашими предприятиями. В чем заключается ваша помощь? Эта программа больше, конечно, социальная. Мы не столько говорим об образовании для всех, сколько о социализации для всех. Потому что дети, оставшиеся на надомном обучении, теряют общение со сверстниками такое нужное, теряют в качестве образования получаемое. Потому что персонал, который приходит заниматься с ребенком на дому, не имеет такого большого количества времени, которое уделяется детям в школе. Поэтому, естественно, качество образования страдает. Мы предоставляем для детей оргтехнику, это ноутбуки, многофункциональные устройства. И сопровождаем их образовательную программу волонтерами-тьютерами. Каждому ребенку ходят на дом заниматься наши волонтеры. И помимо этого процесс социализации в полном объеме выездных мероприятиях. Это и мастер-классы, и дни профессий, как на предприятиях, так и тематические беседы. Трудностей наверняка много, даже не в том смысле, чтобы их отвезти от точки до точки. Элементарно, ребенок живет даже на первом этаже, три неизбежные ступеньки, два порога, коляска встала. Да, ребенок тяжелый, коляска тяжелая. Выехать, когда мама одна, как правило, воспитывает ребенка, папа тратит все свое время на зарабатывание средств, или же папы просто в семье нет. Бывает так, что мужчины сдают позиции и не справляются с этой болью. Тем не менее, дети талантливые. Да, конечно. Есть дети, которые в программе с длительными заболеваниями, которые великолепно преодолели онкологию и теперь находятся на домашнем обучении из-за того, что должно быть ограничение общения со сверстниками из-за возможности заболеть, из-за риска заболеть. А есть дети с инвалидностью, с детским церебральным пыльчиком, дети, которые прикованы к коляскам, лежачие дети, которые не могут общаться. И это длительный период, это не один-два года, это всю жизнь. К нам приходят волонтеры, в основном это студенты, им интересно заниматься. Это профильные волонтеры, это те, кто сейчас учатся в педагогических вузах, учатся на социальных работниках. Им это нужно и для практики, опять-таки. И они готовы делиться своим опытом, они готовы обучать детей компьютерной грамоте. Молодежь лучше находит язык друг с другом, нежели когда связь поколений такая вот растянутая по возрасту, когда приходит пожилой учитель к подростку. Он учит, а молодой помогает. Да, молодой помогает, поверит в том числе и себя. Дети, которые сейчас участвовали в конкурсе, мы проводили в конце декабря конкурс «Спорт моей жизни». Казалось бы, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью, тем не менее спорт в их жизни оказался, занимает большое место. А какие виды спорта? В том числе плавание. У нас есть дети, которые занимаются в паралимпийской сборной фехтованием на колясках. Впервые вы видели такой вид спорта. Это очень интересное действие. Есть дети, которые в паралимпийской сборной участвуют, юношеской сборной тренируются. Есть такая замечательная игра «Бочи», которая как раз доступна в том числе для колясочников. Интересный вид спорта, который развивает и мышление, и физическую культуру. То, что дети участвовали в этом конкурсе, он все-таки был творческий. Здесь не нужно было состязаться физически, это был творческий конкурс. Они писали о себе эссе, что для них значит спорт. Делали красивые презентации. Дети слабовидящие занимаются большим теннисом. Для нас это тоже было сюрпризом. Казалось бы, практически ничего не видят. Тем не менее, это спорт, который им доступен. И у нас есть победители, в том числе в Рязани. Программа образования для всех реализуется сейчас в шести регионах. Это Московская область, Волгоградская, Самарская, Новосибирская, Калужская и в том числе Рязанская область. Вот в Рязани у нас четыре юных победителя. И один из этих детей еще и выбран на Паралимпиаде. Будет нести факел. Вот его вот эти волшебные 200 метров с прикованным взглядом телекамеры, фото журналистов. Мальчишка счастлив безумно. Сереже повезло. Там подготовка, я скажу, наверное, как в космос. Он Гагарином себя ощущает, мне кажется. Да, это правда. Завидуют ему абсолютно все. Это здорово. Мальчишка-колясочник. Он на коляске будет нести этот факел. Конечно же, весь этот антураж олимпийский. С костюмчиками, с прессой, с интервью. Для него это волнительный такой процесс. И в конкурсе, который мы организовывали, лауреаты конкурса в качестве поощрения за участие в конкурсе получили возможность поехать на Паралимпиаду. У вас есть своя какая-то база, где проходит большая часть хотя бы мероприятий? Вы назвали несколько видов спорта, назвали сразу несколько площадок, где все это может быть. Есть у вас какое-то помещение, зал, что-то еще? Мы мотивируем их на активное действие. Где они важны? Это местные, всегда это местные ресурсы. Социализация, она в этом и стоит. Научиться пользоваться теми ресурсами, которые есть на той географии, в которой ты живешь. Как вы находите этих ребят? Или они вас находят? Или вы как-то вместе общаетесь где-то и потом встречаетесь? Сначала было сложно. Да, когда мы только начинали эту программу полтора года назад, было сложно найти семьи. Во-первых, есть такое понятие, как социальная отчужденность. И эти семьи как раз в большинстве своем именно в таком положении находятся. И эта социальная отчужденность как идет со стороны общества. Общество не принимает людей с проблемами. Так и самой семье, внутренние проблемы, комплексы. А понравлюсь я, понравится мой ребенок. Как нас примут. Вот эти страхи и боязни, они просто отодвигают друг от друга. И общественность не принимает, и семья отодвигается сама по себе этими страхами. Люди воспринимают, что для вас это праздник, а у меня все-таки горе. И я сейчас ребенка вовлеку. Он поймет, что он нужен, а вы взяли и бросили. Самый большой был страх, вдруг ребенок привяжется к волонтеру. Все-таки еще один значимый взрослый для ребенка. То, что касается участия не только детей в нашей программе, но и родителей, это очень важно. Есть родители, которые слишком опекают даже здоровых детей. И поэтому ребенок вырастает абсолютно не готовый ко взрослой жизни. Здесь все иначе. Плохо то, что они не готовы к ответу «нет». Или к тому, что их где-то недопоняли. Или к тому, что нужно самому к чему-то стремиться. Вот он привык, что мама, папа все принесли, пожалуйста. Вот. Родители как раз тоже интересовали вот эти вопросы. Правильное воспитание. Поэтому мы рады, что родители такие ответственные. Мы рады, что именно эти люди в нашей сейчас программе. Самые яркие какие-то мероприятия, которые у вас были, может быть, которые только планируются, на ваш взгляд? В этом году планируется большой выпускной для тех участников, которые уже больше года участвуют в программе. Выпускной как раз по компьютерной грамоте. Они будут получать свой сертификат 30 звезд. Масштабное будет мероприятие. Будем привлекать городские ресурсы обязательно для этого, естественно, благотворителей. То, что для фонда было, естественно, памятным. То, что такая программа вообще случилась. А повернуть большие благотворительные бюджеты на помощь частным лицам адресно, это был большой труд. И вот как раз нам с нашей компанией удалось это сделать. К сожалению, очень озлобленное общество, как бы ни было, горько это признавать. Это касается абсолютно всего. Едем мы в троллейбусе, когда ребенок действительно болен, его нужно посадить. Или стоим мы в очереди с теми же документами. Или просто идем по улице, там не та походка какая-то. Дайте, пожалуйста, совет всем, кто нас смотрит. Психологических барьеров между детей нет. Все дети особенные, но все дети равные. Здесь действительно идет отпечаток от взрослых. Вы правы в том, что... Как мама, так и я. Да, как мама, так и я, если мама так относится. А у родителей это очень легко объясняется. Это страхи, страхи, незнания. А вдруг это опасно, а вдруг это заразно, а вдруг это там что-то еще. Это просто незнание. Очень многие диагнозы медицинские, которые стоят, они, конечно же, никак не опасны. Ни в плане переноса на другого человека, ни в плане ограничения умственных способностей или психических способностей ребенка, который имеет инвалидность. Поэтому, конечно же, надо просто открыть сердце, надо просто подружиться, надо узнать, как помочь, чем помочь конкретному ребенку. Очень легко закрыть глаза на чужие проблемы. Гораздо сложнее помочь незрячему увидеть всю красоту окружающего мира. Это была программа «Семь минут». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин